Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это первое видео по дополнению Gathering Storm в Sid Meier's Civilization 6. Новая заставочка, новые возможности и сразу хочу показать, что появилось новый сетевой режим, облачная игра. Это для тех самых людей, которые, помните, было по имейлу посылали ходы, ну, во всяком случае, это было в четвертой, в пятой циве. Здесь в облаке это будет, но, грубо говоря, игра хранится не по имейлу, а где-то внутри интернета и вы сможете играть долгие-долгие игры, пошаговые, но делая по одному ходу, наверное, в день, видимо. Ну, главное, что они этот режим добавили. Конечно, интересно, насколько будет хорош сам интернет, но на данный момент я не могу этого проверить, потому что людей с Gathering Storm нету. Поэтому давайте начнем одиночную игру. Зашел во вкладку «Дополнительный контент» и тут есть дополнение «Разведкошки». Они заменяют у разведчиков собак на кошек. Интересно, я его включил. Интересно, посмотрите, что это будет. Ну что ж, давайте начинать новую игру одиночную. Я проводил голосование по нациям. Какую нацию из новых, кстати, все новые нации сразу сверху находятся, это интересно, ну и лидеры тоже. Какую из новых наций вы считаете самую сильную и за какую вы сыграете самую первую игру? В обоих номинациях, грубо говоря, победили турки Сулейман, поэтому давайте я выберу его. Но для начала мне интересно посмотреть изменения России. Да, вот смотрите, Россия-матушка. Юниты не получают урона от снежных бурь, а цивилизации, ведущие в войну против России, получают плюс 100% урона юнитам от снежных бурь на российской территории. В общем, мороз за Россию. Тут еще некоторые нации изменились, но я уже не буду оставить. Вижу, что вот изменились цвета нации. Некоторые вот Саладина, видите, немножко по-другому иконки выглядят. Ну и Двиги немного по-другому выглядят. Ну, цвета, в общем, другие. И они будут более, кстати, четкие. Видны у Чандрагупты вот немножко. Ну ладно, в общем, выбираем Сулеймана. Давайте дополнительно настроим полностью игру. Естественно, на Божестве играем. Естественно, так, с Древний мир скорость игры сетевую поставлю. Карта. Давайте посмотрим, появились ли новые карты. Нет, кстати, к сожалению, никаких новых карт. Вот это жалко. Это жалко, конечно. Но я Пангею поставлю. Или хотя бы Континенты. Давайте хотя бы Континенты что-то. По-разнообразнее сделаем. Огромную. Огромную, естественно. Возраст мира. Ну, давайте стандартный. Это все-таки... Посмотрим, как теперь генерируется мир. Ресурсы баланса тут нету. Нет, значит, стандартный. Вот исходное положение. Баланс. Все остальное стандартное. Итак, появляется дипломатическая победа. Вот она. Давайте, во-первых, ставим, естественно, все новые нации. Кстати, вот мне интересно, если я Алеонору... Ага. Вот меня спрашивали в комментариях, если я выбрал Алеонору Аквитанскую, то будет ли доступна Алеонора Аквитанская за Англию? Видите, нет. Но я выберу французскую Алеонору. Но если вы поставите с двойниками, то можно и такую, и такую будет выбирать, естественно. Так, где Дона? На втором месте, кстати, по голосованию Матиш был. Так что... Там они вот буквально рядышком Сулейман и Матиш. Вот так, все. Все, новые цивилизации выбраны. Остальные... Ну, я добавлю побольше игроков. 18 давайте сделаем. 18 игроков. А остальные пускай случайно будут. А, смотрите, кстати, Алеонора не просто не дает Алеонору Аквитанскую поставить, но и не дает Францию поставить. То есть Екатерину Медичи выбрать. Это интересно. Ну ладно, остальное пускай будет все-таки рандомом. Послушаем Шона Бина. Хотя я это промотаю. Вот, вступительный экран. Давайте сразу к игре. Но прежде чем начать игру, давайте внимательно посмотрим на особенности и возможности турков и Сулеймана. Итак, у нас будет уникальный губернатор Ибрахим с военными и дипломатическими способностями. А после исследования технологии Порох мы получим уникальный юнит Янычары. Надо еще разобраться, кстати, апается ли кто-то в Янычар, потому что там теряются жители в городе, когда его строишь. Дальше. Большая турецкая бомбарда. Плюс 50% производства при создании осадных юнитов. Это очень классно. Все осадные юниты получают плюс 5 к боевой мощи против укреплений районов. То есть осадными юнитами захватывать города будет офигительно. Завоеванные города не теряют население, а города, основанные неосманами, получают плюс 1 к довольству и плюс 4 к лояльности заход. То есть там всех захватывать надо. Ну и уникальный юнит Янычары, берберские пираты уникальный юнит. Они каперов заменяют и раньше появляются. И большой базар это вместо банка. Итак, добро пожаловать в Гэзеринг Шторм. Новые. Так, давайте я выделю, больше не показывать. Всемирный конгресс здесь появляется. Резолюция влияет на все цивилизации. Это сейчас вместо кризисов будет. Мировое влияние. Новый вид игровой валюты. Ваши действия на мировой арене переносят вам в мировое влияние, которое можно использовать во время Всемирного конгресса. Зарабатывается благодаря союзам, статусу созерена городов-государств, победам в конкурсных соревнованиях. Можно всякому его заработать. Дальше. Чтобы одержать дипломатическую победу, накапливайте очки дипломатической победы. Мировое влияние во Всемирном конгрессе можно использовать. Система штрафов за милитаризм заменена новой системой, отражающей отношение других игроков к вашим воинственным действиям. Системой претензий. Вау. Будем такие с претензией ходить. Ну и всякие пылевые були, прочее наводнение, окрестности вулкана, геотермальные поля, топливо и энергия появляются, и ресурсы влияют на погоду. Ну, поехали. Поехали. Давайте. Во. Теперь полноэкранная карта появилась. Отлично. Что у нас с отметками? Что-нибудь новенькое? Нет, отметки все те же. Ого, тут много... Раньше было только вот этих три отметки. Теперь все показывается. Реки, вулканы. Ну, это, видимо, название их. Вот река, которую сейчас, наверное, смогу назвать. Ну, давайте решать, где ставить город. Для начала. Может, как раз все-таки около реки и поставить? Ага, вот что показывает. Видите? Здесь могут быть наводнения. Здесь, может быть, при повышении уровня моря, будет затоплено в последнюю очередь. А здесь что? Может пострадать от развержения вулкана. Вот тут может быть вулкан. То есть, вот теперь так надо думать. Ну, мне, честно говоря, тут место не нравится, где мы сейчас находимся. И, тем более, здесь я бы вот сюда пошел. Тут, конечно, пустые. Но тут тоже, кстати, не особо здорово. Ладно, давайте не будем выделываться. Будем ставить, где стоим. С опаской поглядывать на ближайшую реку. То есть, даже за первый город уже сразу очки эпохи даются. Так, река еще никак не названа. Видимо, прям к ней надо подойти будет. Ну, куда пойдем? Что нам исследовать? Тут нам орошение требуется. Вообще, как бы не особо много клеток я могу. Крабы надо обработать. Орошение. И хлопок. Давайте. Блин. В смысле 32 хода? Я сетевую скорость выбрал. Слушайте, скорость игры сетевая, но... Так долго открываются техи? Это что-то новенькое. Честно говоря. А, не, вот поменял. Господи, я уже испугался. Это... Слушайте, ну этот глюк давно в шестой циве, что не сразу меняются. Тут еще это даже со скоростью не отскалировалось пока. Ладно. Ладно, давайте... Ну... Давайте попробуем откладывать производство, как мы обычно играли. Тут, конечно, вообще место грустное на самом деле для старта. По-хорошему. Да, производство пока откладывается. Ясненько. Играем дальше. Ну что, назовем реку? Нет? Не назовем. Ну что за фигня? Как я... Ага, вот. Все, названа она. Я ее могу... Могу иметь название реки? Нет? А вот название... Холмов, я так понимаю. А вот еще название реки. Аракс. Может, это все-таки не я уже назвал, а кто-то другой. Какая-то другая цивилизация нашла. Нет, Хамада это, наверное, пустыня. Это пустыня, наверное. Хамада. Так, а в 2D переключается? Да. Пустыня, холмы. Реки Кызылырмак, но очень похоже на турецкое название на самом деле. И река Аракс. Вот это точно река. Вот это, похоже, название пустыни. А как же их переименовывать? Их же можно было как-то переименовывать. Ну ладно. Будем разбираться по ходу. Уже, блин, скауты влезут. Так. Опа, нашел следующий континент. Это какой? Африку. Я на Амасии, а нашел Африку. Отлично, отлично. И Кызылырмак это река. Ну, никак не переименовывается, я не знаю. То есть автоматом. Давайте глянем пока на климат на планете. Но я думаю, что на данный момент он... Тут ничего не происходило, поэтому ничего интересного тут и не будет. То же самое, как и с мировым влиянием. Пока ничего интересного. Скаут сюда вот побежал. Берем. Ускорили астрологию. Еще один континент. Боже, прям на куче континентов всяких нахожусь. Вообще, по идее, так как я больше поставил стран, то тут все должны как-то рядышком быть. Так, мы делаем поселенца. Блин, я тоже не знаю, какие мне клетки тут выкупать. Потому что производства нету вообще. В принципе. Ну, я пойду куда-нибудь сюда в пустыню сначала поставлю, наверное. Потом сюда на Аракс. Вот так вокруг столицы буду расставлять. О, Арарат. Гора Арарат. Ну, конечно... Да, теперь, кстати, лошади и ресурсы появляются только в животноводстве. Раньше они были сразу на карте, теперь в животноводстве открываются. О, как раз у меня рядышком они имеются. Армяне, конечно, я думаю, будут возмущаться, что... Арарат отдан Турции. Но, во-первых, в игре нету Армении. Во-вторых, реально сейчас политически Арарат находится на территории Турции. Но вообще, это священная гора для армян. Большей части. Так, ну сейчас скаут побежит, видимо, рассказывать всем, что он увидел мой город. Надо как-то его пойти вот тут словить. Он откуда-то вот отсюда пришел, где-то здесь лагерь. Ну, вообще, довольно шустро бегать. То есть, я поставил... Я вспоминаю... Я стримил на божестве... На божестве... На огромной карте до 16 наций. Там подольше ходы переходили, даже в начале. Я понимаю, что это сейчас... Так, давайте на пантеончик. Посмотрим, еще какие пантеоны там новые появились. Так, ну и... Мне рекомендуют вот тут. Кстати, так понятно, что компьютер уже учитывает, где могут быть наводнения. Это интересно. Ну, давайте пока сюда пойдем. Опа, врачник. Опа, опа. Ага, вот где у нас. Так, мне надо этого... Скаута перехватить до того, как он добежит. Давайте строителя. Что у нас обрабатывается. Ну да. Правильно. Блин. Мне бы вообще черепашек вот этих, на самом деле. Или вот этот лес. Потому что тут два производства есть. Но что там, что там далековато. Так. Скаут по идее нет. О, вот тут мне предлагают. Может здесь поставить? То есть тут останется место еще? Нет, тут не останется. Тут никуда. Не влезет. Тогда-то тут будет место. Еще здесь. А потом еще вдоль реки где-нибудь здесь можно будет поставить. Давайте, наверное, сюда пойду. Не скажу, что тут хорошее место вообще. То есть я бы сказал, что тут вообще хреновое место. Тут очень плохое место, потому что одни поймы. Эти поймы немножко по-другому нарисованы. И тут... Но если Петру я построю, то Петра тут, конечно, очень круто будет. Знаете, я представляю себе таких турок. О! Не добежали. Я думал, что Клей должен чувствовать себя счастливым в хорошем поттере. Скаут не добежал. Это здорово. В эту сторону пошел. Так, ставим. Получаем очки за то, что в пустыне поставили. Но город тут отвратительный. 25 ходов. Строится... Рабочий. Нам этого скаута надо перехватить. Я даже не буду... Блин, мне надо было отойти. Я просто тут остался, думал атаковать лагерь. Но теперь я подумал, что мне надо... Хотя... А что бы не проатаковать лагерь? Правда, приблизился к нормальной эпохе, но... Что поделать? Ускорен военная традиция. Так, здесь строим рабочего. Сейчас начнем усиленца строить. Так непривычно, просто... Только играл... О, кого встречал. На каком языке говорят скифы... В этой игре? Мне написал, что... Вау. Скаут прям города там будет. Письменность... О, смотрите, другого цвета, кстати, скифы. Атаковать? Не атаковать? Блин, убьет меня дуболома. Ё-моё. Это я не прав, конечно. Так, верховую езду ускорили. Давайте поселенца. Сразу. Наверное, здесь сделаю шахту, потому что долго иначе все будет строиться. И мне надо себе вот три клетки обработать. Тут надо не забыть, что здесь у меня на коммерческий район. Сразу подпишу. Здесь тогда гамань у меня. Что по поводу... Блин, ну как... Как же так? Ну нет, ну не убивай. Нет, нет. Живи, дуболом. Фу. Слава богу, выжили. Так, но я... Нет, я не буду пытаться убивать этого прачника. Сакария. Тут надо постоять где-то полечиться. Так, недостаточно жилья. Бывает, бывает. Так, производство. Делаем тут шахту. И открываем. Да дальше. Помимо, конечно, рашение надо открывать. Я его... Я ее никак не могу ускорить. Поэтому... Хотя и мореход... Давайте мореходство. Я сейчас сделаю здесь шахту, а потом пойду этого краба обработаю. Быстренько. Все равно орошение... О. Ацтеки. Блин. Что-то мне не нравится. Вокруг меня я встретил чисто этих агрессивных... Агрессивные нации сплошные. Ну и пустыня вот эта мне тоже не очень нравится, конечно. Так. Есть производство. Трабзон хотя бы растет. Ну, производства вообще нету. Даже нету клеток рядом, которые бы купить на производство стоило. Ну, вот вам бы же сложно в 14-м ходу какие-то чудеса офигительные строить. Что это за большого бассейна? Так, откуда такое чудо? Кто-нибудь видит, где это чудо вообще? Вот это, что ли? Ага, точно. Гончарное дело. Клетки пойменных земель на берегах реки с большим бассейном не получают урон от наводнений. Ну, это плюс три жилья и одно удовольствие. Это прикольно. Так, ну я постой немножко хотя бы полечусь, чтобы... От прачника, если он подойдет, можно было как-то отбиться. Ага, ну, скифы где-то тут, ацтеки тут. Так что здесь у меня какое-то еще есть место свободное. Так, пока не могу спускаться на воду. Два хода мореходства ждем. Тут лечимся стоим. И будем сейчас пытаться прорываться обратно домой. Из этого похода. Мы это мастерство отложим. Те надо было раньше, конечно, откладывать. Ну, довольно плавно идет игра. Переходы хода... Это не, что жизнь еще побыстрее происходит. О! Блин, там руинки. Может, вещалось плавать в руинке и забрать? Просто я могу плавать только рабочим. Мои юниты не могут плавать. Блин. Подставился опять под... Ну, он не убьет его, но... Но подставился, блин. Так, ну что? Ворошение. Я не могу никак орошение ускорить нигде вообще. Поэтому давайте его откроем все-таки. Творина варварская. Надо вот так обходить, видимо. Пойдем. Ну, и этот город, значит, если здесь я поставлю... Раз, два, три. Вот куда-то сюда надо идти. Надеюсь, варваров там не будет. А тут я в руинки сбегаю. Колесо ускорили. Ну, такое себе. А что ты пустыни дофига? Вот еще одна пустыня. Карапын... Карапынар. Новую пустыню нашли. Так, давайте... Давайте, давайте... Амбар. Жилья никакого нету. Столичка не растет моя. Стамбул. Мы с Тамарой ходим парой. Ацтек и скиф. Бегут. Бегут быстрее. Куда-то. Так. Блин, еще одна... Руинка. Возвращаемся. Крабов обрабатывать. Обрабатывать. Ну, надо думать, где тут город ставить. Надо думать. Ну, если я здесь хочу на овцах... Вообще, я бы ставил тут на овцах город, честно говоря. Тогда можно вот сюда ставить. Но тут, видите, мне... Не рекомендуют. А Рарат, кстати, вулкан разве действующий? Нет? Или это все вулканы так будут называться, типа, горами? Персия вынуждена объявить войну скифе? Нифига себе. Персия и скифы. Ага, тут он у нас уже... Тут вот уже от стейки у нас влияет. А тут явно скифы где-то влияет. Но надо город тут ставить. Так, здесь у нас побережье. Знаете, что лучше на побережье тогда уже? Ну, четыре клетки будет разница, но лучше здесь поставить. Чем в одной клетке от побережья. Что странно было бы. Так, и здесь поставим... Этому с фарварой любиться не надо. Пока. Мне надо юниты строить. Давайте сменим на плюс 50% к созданию юнитов. Стой, подождите. А пантеон я что, принять не могу? 12 очков верну. Почему я не могу пантеон? Принятие все 12 очков веры накопил. Это ж пошаговая игра, а не одновременная, как в сети. Так, ну я уберу. Пожалуй, вот это вера 12 очков накопил. Давайте поставлю плюс одно производство просто. Но я не понял, почему мне не дали пантеон принять. Или следующим ходом только. Верование священный путь. Раннюю империю ускорили. Смотрите, подсвечивается, сколько не хватает, типа, до века. Ну, да, на камни ставлю город, что поделать. А, то, что мы рядом с этим поставили. А мистицизм почему ускорили? Подождите. Почему ускорим мистицизм? Создайте пантеон. Я пантеон создал? А, это я взял... Понял, я взял эту... Руинку. Забрал руинку и... Почему... Только я не понимаю, почему мне пантеон не дают все-таки взять? Сейчас так, строим юниты, строим строителей. Здесь еда и производство. Открыли орошение. И, наконец-то... Это позитивный аспект трейда, я думаю. Но тут пока... Ничего не ставлю. 100% морских линейков не буду. Наконец-то пантеон дали. Давайте царить что-то нового. Есть какие-нибудь новые пантеоны? Что-нибудь изменили вообще? Богиня-покровительница города, бог войны. Это уже разобрано, кстати, дофига. Усная традиция культуры от плантации. Ну, вот, кстати, это я могу взять, потому что у меня там хлопок. У меня есть плантации. Рудники на стратегических ресурсах. Культура от пастбищ. Что у меня вообще тут в пастбище? Вот плантации кофе есть. Хлопка. Кофе и хлопок. Кстати, очень по-турецки такие ресурсы выпали. Очень по-турецки. Ну, проблема в том, что кофе это богиня празднества, а хлопок это устная традиция. Ну, давайте, наверное, устную традицию все-таки возьмем. Блин, одно очко. И сейчас... Свалю сейчас кого-то встречу, и все в нормальном веке. Ну, ё-моё. Как же так? Как же так, Леша? Зато все руинки пособирал, да? Так. Давайте сюда переводим юниты, еще прачненько строим. Дальше открываем раннюю империю. И-и-и здесь письменность, колесо... Давайте обработку бронзы постепенно, потом отложим. Кстати, что с технологическим деревом? Давайте посмотрим. Вот. Вот эти случайные техи, которые в эпохе будущего будут. То есть здесь были нанотехнологии, ядерный синтез, робототехника, информационная эра, ветроэлектростанция, кстати. Переход на ядерное топливо, перезапуск ядерного реактора, расщепление... О, смотрите, атомная электростанция появилась. Переработка. Смотрите, из стали варенья, линкор, буровая вышка и нефть в переработку перешли. Теперь для двигателя внутреннего сгорания как минимум две техи надо. Но все равно я не вижу связи с верхней веткой. Все равно нету. Все равно можно идти по нижней ветке, вот начиная, собственно, от образования, судя по всему. От образования и пошел порох, вот это вот. Все, баллистика, кирасиры какой-то новый юнит. И выходишь в танки. Посмотрим, правда, как оно будет действовать с ресурсами. Тут уже новая система ресурсов появляет. Да, и тут новые какие-то еще юниты были. Вот, например, стрелки-разведчики. Какие-то застрельщики, летучие отряды. Тоже все новый юнит. А вот янычара, это мой уникальный юнит. Переход на угольное топливо. Так, а где мое уникальное здание? Где-то в банковском деле, я так понимаю, да? Да, большой базар. Вот здесь оно. Железная дорога. Строится только военными инженерами. Тратится одно железо и один уголь. Скорость перемещения любых юнитов между клетками железной дороги увеличивается. Очень быстро по железной дороге можно будет армию перебрасывать. Ну, пока на этом первая серия знакомства с Гезерин Сторм закончена. Пишите свои комментарии. Пишите, что вы хотите, в первую очередь, увидеть, какие фишки. А я продолжу дальше записывать, исходя из ваших комментариев. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!